Дом сожгли, порезали в лапшу колеса, распылили перечный газ. В Анапе дошло до рукоприкваса. Шимпанзе в Камеруне когда-то в 60-е годы укусило охотника, либо он съел недожаренное мясо. Там в чем дело? Все нормально. Николай Николаевич, мы с вами спорили на радио Комсомольская правда. Я думаю, что я выиграл, да? Вы выиграли. Мы спорили о том, для тех, кто не знает, «Нет, соберет ли КПРФ на выборах в Думу 20%?» Я озвучила позитивный прогноз, сказала «Да». Вы не верите в честные выборы в России? Сказали «Нет». Я проиграла. А спорили мы на то, что проигравший поедет либо в дом престарелых, либо в детский дом с гостинцами. Вы, кстати, предлагали вместе. Да, я считаю, что вы на самом деле выиграли, потому что я теперь вспомнил, о чем вы спорили. Конечно, мы набрали блок левых сил во главе с КПРФ реально процентов 30-32, так примерно. Мы обошли Единую Россию на 2-3%, но электронное голосование, переписка протоколов, мы победили на этих выборах. Так что я проиграл. А вы призываете коммунистов сдать мандаты? То есть вы совсем не верите в эти выборы? Нет, а при чем тут я? То есть КПРФ официально отказалась признавать. Мы говорили про московские выборы. Результаты дистанционного электронного голосования в Москве, этой позиции КПРФ и моя тоже. Коммунисты отказались признавать их в Республике ТВ. Ну, там, например, были случаи, когда большая семья приходит голосовать за коммунистов, 40 человек, потом видит протокол, где написано КПРФ 0. Как такие выборы можно признавать, интересно. А вот ваша супруга, а для меня это, кстати, тоже стало открытием, стала депутатом Госдумы. От коммунистов тоже, да? Но вот вы не верите в эти прошедшие выборы, но жену пустили туда. Получается, вот где объективность? Если выборы нечестны, но она стала депутатом, ей нужно сдать депутатский мандат, чтобы объявить бойкот этим выбором? Я же говорю, здесь речь идет о регионах. Вот, скажем, если в ТВ мы их не признали, не признали. В Москве мы не признали электронное голосование. Потому что по обычному голосованию, вот если электронное отбросить, мы выиграли выборы в Москве. Причем нарастили там вообще в разы просто наши голоса. Так что здесь надо дифференцированно, конечно, подходить. И плюс я и женой горжусь, и самим собой. Хотел бы это отметить, потому что она у меня шла по региональной группе Алтайский край, а Республика Алтай и вот ТВ мы в Алтай взяли 30%, даже по их данным. Мы впервые в истории России лишили, извините за тавтологию, единую Россию большинства в Алтайской краевом ЗАГСа Брайне. У них нет там теперь большинства, и не будет. Все. Мы там увеличили свое представительство в разы. Почему? Потому что мы, если агитировали, вы говорите, вот жена. Жена меня сначала возмущала, потому что когда мы выступали с нашим кандидатом, Анной Левашовой, на встрече с населением в райцентрах, смотрю ее нет. Она ходила по улицам, газеты раздавала, по рынкам и прочее. Будущий депутат Госдумы. Я считаю, все так. Если бы у нас все такие депутаты были, вот которые с народом ходили, общались, они с билбордов взирали, с какими-то дурацкими лозунгами, мы вместе, мы рядом. Вот если бы у нас такие были депутаты, то все было бы здорово. Но она вообще не занималась до этого политикой, да? Вы знаете, политикой не занимаются только дураки и дикие звери. Потому что такое политика? Политика – это повседневная жизнь. Вот если вы получаете квитанцию за оплату ЖКХ, вы ей недовольны. Это политика. Если вы приходите в больницу, а там специалиста нет, это политика. Если вы ездите по плохим другом, это политика. А как ей интересно, можно не заниматься. Ну, не занимаются, наверное, те, кто живут на необитаемом острове, потому что политика – это отношения между людьми, связанные с осуществлением государственной власти. Ну да, на необитаемом острове политики действительно нет. А те, кто говорит, да я не политичен, еще с гордостью, а я политикой не занимаюсь. Значит, как говорил Бисмарк, ты не занимаешься, тобой займался. Ну, если люди хотят себя чувствовать не субъектами, не созидательной силой, а объектом вот таким, ну, значит, они, да, они занимаются. А изначально она шла от партии Максима Шевченко «Свобода и справедливость», да? Это клевета. Но он говорит, что вы как-то перестали общаться, она перешла к коммунистам, или это случай? Нет, он делал ей такие предложения. Он делал предложение, чтобы она вошла в федеральный список партии «Свобода и справедливость» Шевченко, и мне предлагали 150 тысяч рублей в месяц. Ну, потому что я же не могу баллотироваться благодаря заслугам Следственного комитета, который сфабриковал и Генпрокуратуру против меня посты на уголовное дело, как я считаю. Но переговоры ни к чему не привели, потому что мы с самого начала поставили условие, что коммунисты Шевченко, он же тебя тоже позиционировал как левый, да? Что мы везде должны выдвинуть единых кандидатов. Потому что единство левых сил – это не болтовня в интернете, а, понимаете, это один кандидат, на которого все работают. Он на это не пошел. Поэтому мы пошли в левом блоке с КПРФ. Один процент собрала партия Шевченко? Нет. Даже одного не собрала? Больше семь. Ну вот у него миллионные просмотры. Это тоже связано с нечестными выборами? Или почему такой результат, как вы считаете? Да нет, здесь дело связано и с этим суммым голосованием. Там, понимаете, если человек смотрит что-то, лежа на диване и поглощая попкорн, картошку фри или соленогорца и подводку, это не значит, что он пойдет наблюдателям, это не значит, что он пойдет голосовать. Понимаете, у нас многие в интернете сидят, знаете, как в цирке. Ух, давай что-нибудь такого там про Рокфеллеров, про Ротшильдов. Там что-нибудь, что Атлантида скоро всплывет. Ну что-то вот такое, но они голосовать не пойдут. То есть это такие пассивные... Ну любители чего-нибудь жаренького такого, знаете, вот ох, как он вообще задел, ух, молодец, и все. Ну вот Николай Бондаренко у нас миллионные просмотры собирает. Что у него в итоге? В итоге проиграл выборы в однобандатном округе, да, в Саратове. Да, то есть у нас просмотры ничего не значат, получается. Ну, понимаете, мы-то, вот я, может быть, дикий человек там, как говорят у нас коммунисты некоторые, там, динозавры и прочее. Вы знаете, как всех наблюдателей набирали? Вот я, моя жена, все наши кандидаты на улице с людьми общались. Где-то нам давали помещение в виде исключения. После каждой нашей встречи мы говорили так. Друзья, если вы нам поверили, подходите, пожалуйста, к столику, мы вас запишем наблюдателям. Мы собрали так тысячи человек. Тысячи, я имею в виду. Потому что это не какие-то, знаете, там, вот люди, которых ты не знаешь, которые иногда под какими-то никами скрываются. Вообще неизвестно, кто это, да? Он, она, оно или еще так далее. Здесь обычные люди, и вы сами понимаете, на встрече ведь не будешь кого-то за руку тянуть, ну, не захотят люди, они же не подойдут. И я очень благодарен тем, кто, мы выставили сотни тысяч наблюдателей в этот раз. Именно поэтому появились вот эти все примочки, электронное голосование там еще, потому что они поняли, что обычным путем, даже вот со всеми их там каруселями и прочее, им у нас уже не победить. Отсюда появилось трехдневное. Это когда люди в пятницу 17 сентября, стройными рядами, не соблюдая санитарных норм, про которые нам все рассказывают, то да, они шли голосовать под контролем работодателя. Такого ведь раньше не было, правда? Если бы осталось голосование, как было в прошлый раз, то мы бы больше половины взяли. Но, учитывая недовольство народа и отношение к Единой России, когда я вижу цифры 49 с лишним, мне кажется, это даже наглость такие цифры рисовать. А это не только вам кажется, понимаете? Вот Единая Россия прямо взывает коммунистам, которых там всего из 450, по их данным, 57, признайте, пожалуйста, результат. Признайте. Ну, что вам стоит? Ну, признайте. Они прекрасно понимают, что страна, вот что бы они там ни говорили, эти выборы не признает. Вот морально люди не признают их результатов, потому что, ну, все все видели, понимаете? Когда в Ленинграде спускаются в подвал, там, представители коммунистической партии, прямо под избирательной комиссией, там сидят протоколы, переписывают, и плачут при этом, понимая, что они делают. Ну, как это можно? Или вот пример-то вы, я вам привел, да? Когда семья, проголосовавшая, видишь, что ноль там стоит в графе. Ну, каким образом вот людям можно объяснить, что эти выборы честны? Как? Или когда, скажем, наш кандидат в Алтайском крае Анна Левашова, ей приписали туда военную базу в Сирии, понимаете, к ее округу в Барнауле. И где почему-то из этой базы, значит, все стройными рядами, опять-таки, проголосовали за Единую Россию, а за Левашова никто. Вот мы что, должны в это все верить, что ли? А вот низкая явка, она же дает лазейку единороссам для вбросов, да, вот для фальсификации разных. Как вы считаете, как донести до народа, что нужно ходить на выборы? Так мы это все и доносили. Я должен сказать, донесли все это прекрасно, потому что, ну, явку они считают, она была 50%, по нашим оценкам, ну, где-то она была процентов 40-42, но это очень много вот по нашим реалиям, к сожалению, да, когда на некоторых выборах 10% приходило, там, 15-20. Нет, явка на этот раз была высокая, мы добились этого. Вот. Отсюда наши высокие результаты там, где они, ну, не мухлевали. Муриэл 35%, в Хабаровском крае мы выиграли, в Алтайском, я вам сказал, там 30, да, 30, треть, то есть каждый третий даже по их данным проголосовал за нас. А потом вот пошло вот это все электронное голосование. В Крыму надомное голосование, это вот когда, оно, знаете, в математике посчитали, там столько тысяч проголосовало надому, что это даже вот, ну, нереально физически сделать, да, объехать этих людей за этот срок. И опять нам после этого рассказывают, а в чем дело? Все нормально? Ну, понимаете, даже если предположить, что кто-то там, я, вы эти выборы признают, это же ничего не меняет, народ их не признает в огромном своем большинстве. Вот у меня такое мнение сложилось. Ну, а народ, может быть, и не признает, но народ сидит по домам и принимает это все. Вы знаете, вот если бы... Мы же подействуем все. Если бы они не чувствовали там, Единой России, такого глубинного отторжения, вот они, вот посмотрите, сейчас у них одна песня. Революции не надо, Майдана себя исчерпали, сидите дома, зачем вам эти революции? В Туве там пенсионеров убеждали, что если победят коммунистов, будет Майдан, там какие-то американцы, там еще кто-то, понимаете? Ну, все это не катит уже, нет. Поэтому прибегает вот именно к трехдневному голосованию. Вон, в Рязанской области, значит, в одном месте. Они же каждую ночь хранили эти пакеты, типа, да? И что же получается? В нормальный день, последний, когда голосовали, вот считают, вытаскивают коммунисты, коммунисты. До дна дошли, да, вот этих двух дней, одна единая Россия с Пашняком. И прямо видно, как были вскрыты внизу пакеты, и потом утюгом просто их, а не целлофаном, их обратно. Ну, ну, вот. Или это нормальные выборы, когда у одного нашего наблюдателя дом сожгли, мы ему деньги собрали, это у другого, значит, порезали в лапшу колеса, просто в обкоме Свердловском распылили перечный газ, в самом обкоме крупнейшей партии. Вот это что, выборы, что ли? Ну, спасибо, что не убили, что ли, никого. Хотя в Анапе дошло до рукоприкладства, да, до драки просто. Ну, вот, вообще, не стыдно, как бы, да? Ну, ладно, не им самим, а вот со стороны, когда смотрят на это все. А вот, учитывая вашу историю, уголовное дело, и то, в чем вас обвиняют, вы продолжаете критиковать власть и выборы? Не боитесь, что вот снова придут за вами? Придут, прийти могут за кем угодно. А я еще раз говорю, я ничего не нарушал. Абсолютно. Я не совершал никаких преступлений, правонарушений. И то, что мне там Мосгорсуд вместо пяти лет нам намерил четыре года девять месяцев, меня не устраивает. Я полностью невиновен. И я буду бороться до того, пока эту судимость не снимут. Мне не принесут извинения, а те, кто сфабриковал уголовное дело, не понесут положенность за это по уголовному праву ответственности. Я ни в чем не виноват. И бояться мне поэтому нечего. А ваша супруга как раз и будет заниматься освобождением политзаключенных? Так она уже занялась, понимаете. Вот она пришла в Думу первый раз. У нее не было... Сегодня только, по-моему, кабинет появился. Ни кабинет, ни телефон, ничего. И они вместе с депутатом другим Куриным от КПРФ, ну, это была ее инициатива, потребовали парламентского расследования по поводу пыток, которые произошли в больнице в СИН в Саратовской области. Это ее инициатива, да. Ее поддержало не только 57 коммунистов, но еще, короче, всего 96 человек. Против была единой России. Знаете, как это было воспринято в обществе? Догадываетесь, да? Ведь, да, но она же на этом не остановилась. Да, они отвергли это. Ну, типа, мы сами без парламента разберемся. Нет, она выступила с инициативой приглашения на Госдуму директора Федеральной службы исполнения наказания Калашникова. И когда у них начнется выездная неделя, ну, депутаты работают, часть в Москве, часть они выезжают. Она обязательно будет посещать места лишения свободы, конечно. И беседовать и с администрацией обязательно с заключенными. Европарламент присудил Навальному премию Сахарова, которую уже давали Тихановской, Сенцову и еще ряду известных лиц. Справедливая премия, награда или нет? Я, честно говоря, вообще, я уже давно, и когда сидел под домашним арестом, я не понимаю политики властей в отношении Навального. Вот е-богу не могу понять. Зачем они это делают, мне не ясно. Почему Навальный не имеет права участвовать в выборах? Почему он не имеет права регистрировать свою партию? Там, ну, как все остальные, да? Как какие-то новые люди, в честь которых и ваша блузка, я так понимаю. Я бы на вашем месте больше не надевал, но это, конечно, дело вкуса. Но 5% собрали. Да, и проголосовали сразу за Володина, да, в Государственной Думе, за отчет правительства по бюджету. А один товарищ, проработав неделю, сказал, что что-то ему взгрустнулось, и он сдал мандат. И знаете, наверное, почему? Потому что там столовая не работает уже год. Он, наверное, понял, что он так не выдержит больше, да, и решил вернуться в родную Адмуртию. Короче говоря, я считаю, что... У нас разные программы с Навальным. Мы, честно говоря, умные голосования, это, конечно, знаете, это их пиар-ход. Мы специально замеряли. Там, где в некоторых местах, где умное голосование поддержало коммунистов, они проиграли. А в некоторых местах, где поддержало их соперников, они выиграли, коммунистов. Но я, например, не прощу им никогда, что на выборы в Калининградской области и в Крыму это так называемое умное голосование, оно на самом деле тупотня какая-то. Просто поддержало ЛДПР, в результате чего прошла «Единая Россия». То есть тут два варианта. Либо это идиоты, либо это агенты «Единой России». Вот у меня другого объяснения просто нет. Как может движение, или кто они там, называющий себя оппозиционным, поддерживать ЛДПР, я вообще не понимаю. ЛДПР набрала-то 7%, и то с помощью властей, на мой взгляд, понимаете. И навальновцы им же тоже помогали, да. Вот тогда какая между ними, собственно говоря, разница. Поэтому я считаю, что если бы там Навального освободили, дали ему возможность заниматься политической деятельностью, ну набрал бы он там процентов 5-6, может. А сейчас, если его освободят, он все 40 наберет. Зачем они это делают, я не понимаю. И самое главное, знаете, интересно. Навальновцы так, ну назовем их так примерно, да, они все время говорят, что будет какой-то хороший капитализм. Что вот это, вот плохое будет хорошее. Слушаю выступление Путина на Валде, он говорит, нынешняя модель капитализма себя исчерпала. Модель. Значит, другая есть. А какая другая-то? Вот я, например, ну не дурак совсем, там, доктор исторических наук. Вот нынешний капитализм от того, который был, там, я не знаю, в Древнем Риме или там в Англии 16 века, он вообще ничем не отличается. Знаете, как одно яйцо от другого. Ну, и Путин, и либералы говорят, этот капитализм, да, не удался, есть какой-то еще. Какой? Мне просто интересно, какое описание-то у него. У Навального существует какая-то прекрасная Россия будущего, и все. А в чем она заключается? Не, может, там что-то дельное есть? Но я, например, до сих пор этого не слышал. Ну, просто вот нынешние капиталисты, они плохие, а мы вам хороших приведем. В каком инкубаторе они их найдут? Ну, вот историк Клим Жуков обвиняет вас, наоборот, что вы строите новый социализм, которого не существует и быть не может. Ну, товарищ Жуков-Колорадский, видите, он не понимает, какой разницы. Капитализм, заметьте, Диана, его, он почему одинаковый? Его не строит никто, его никто не строит. Что такое капитализм, если вот попроще, рынок? Вы продавец, я покупатель. Если вы продавец, вы хотите мне подороже продать? Если я покупатель, я заинтересован у вас купить подешевле. Вот мы с вами и боремся, да? Кто кого? Если вы монополист, вы меня обдерете, если нет, то я там что-то... Ну, а что изменилось-то? Что? Смотрите, социализм – это такая вещь, которую строят из головы. То есть она сама, сам социализм, он вообще вот, ну, как бы, прийти не может. Нет. Его строят. А он может быть новым? Новым листом? Конечно. Я вот к этому и подхожу. Там есть разные модели развития. Вот смотрите, даже когда был советский, да, вот у нас был, ну, наш, да, в Югославии был другой социализм, понимаете? Как они его называли, там, самоуправляемый или самоуправленческий. В Албании третий. В Китае вообще еще четвертый, да? Ну, то есть они достаточно, эти модели сильно отличались. Почему? Потому что люди целенаправленно что-то меняли в обществе. Кто-то менял вот так, кто-то вот так. Понимаете? Общее для социализма что? Превалирует не частная, а общественная собственность на средства производства. Ну, и тут сразу начинается. А что такое общественное? Либо это кооперативы. Было кооперативный социализм у республики Гаяна, например, да? Либо это государство, либо это как в Югославии. Трудовые коллективы каких-то предприятий получают их собственность. То есть тут уже, понимаете, начинается вроде смысл понятен, да? Не частник. Ну, а кто? Так что, видите, новый социализм, он чем отличается от того, что он вбирает в себя все лучшие стороны того, что было, и добавляет то, что появилось в этом тысячелетии. Потому что история все время развивается. Но почему социализм победит? Потому что она развивается по спирали, да? Поэтому каждый новый виток социализма, он будет, естественно, чуть другим, чем был раньше. А капитализм одинаковый. Абсолютно. Вот никакой разницы. Вот посчитайте сейчас, ну, я не знаю, какой там, Теодора Драйзера, который описывает там Чикаго, я не знаю, там, 80-х годов 19-го века. Да замените там Чикаго на Москву, 19-й на 21-й век. Да ничего не поменялось абсолютно. Меня смущает, что вот левые лидеры, Шевченко, Грудинин, вы зачастили на эхо Москвы, по дождям ходите, понимаете? Я когда зову, например, Шевченко, он не обещает, а потом пропадает. А я? А вы нет, вы хороший. Но при этом на следующий день я его вижу на дожде или у какой-нибудь либеральной журналистки. Почему представители и лидеры левого движения, они как-то к либералам тянутся? Вот в последнее время я все чаще вижу его в СМИ либеральных. Ну, давайте скажем так, Максим Леонардович, он никакой не левый, вообще, я не понимаю, что его левым считают. Да он себя, собственно говоря, уже лично... Ну, он часто менял, да, свою там ориентацию. Он вел концерт Собянина, когда тот был избран мэром Москвы. Собянин, он что, левый, что ли? Он лидер московского ядра. Потом он выступал в защиту Путина там на митинге на Поклонной горе в 2012 году. Не, можно меняться, я согласен, но я просто ничего левого не вижу. Грудинин, ну, почему он ходит на Эхо Москвы, знаете, я знаю, но лучше вы его спросите, потому что мы же союзники, что я там буду рассказывать. Единственное, что вы не правы, а что я, значит, я зачистил? Если, скажем, Шевченко, я не в плане зависти говорю, просто факты привожу. Например, на Эхо Москвы я был последний раз в Москве в начале августа, мне давали там максимум 12 минут. То есть никакого часа, ничего. До этого тоже был один раз, и все. Единственное, я выступал час на Эхо Санкт-Петербурга, это было. На дожде выступал с момента освобождения два раза. Так что зачистил это что-то, так сказать, ну, не совсем, да. А на Первый канал не зовут больше? Не, на какой канал не зовут, я думаю, не позовут. А вы, наверное, в этом стоп-листе, да, в СМИ? Ну, не знаю, мне сказать трудно, я могу сказать, что с октября 2019 года, еще до моего ареста, который был в июне 20-го, меня на Федеральный канал не звали. Да, мне там другие, как бы, эксперты, которые ходят туда, они говорят, что я в стоп-листе. Но я, понимаете, я никогда туда не звонил, никогда не просил, чтобы меня звали. Там всю эту кухню, кто там, кого зовет, в каких стоп-листах, мне это, честно говоря, малоинтересно. Они мне звонили, приглашали, если тема меня там, скажем, интересовала, я приходил. Если нет, не приходил, все. Кто там, кого, куда там, в какие листы. Следующая тема сейчас актуальна. Это локдаун, ковид. Макаревич недавно назвал антипрививочников баранами. Симонян отреклась от родственников и друзей, говорит, вы не привиты, не приходите ко мне домой. И общество разделилось, на самом деле, очень жестко. Я даже стараюсь не высказываться на эту тему, потому что проклятие и так далее. Хотя я не занимаю по резку. В отношении меня они тоже сыпались, да. Но я могу сказать, у меня супруга недавно привилась. И причем она до этого не прививалась только потому, что мы сильно с ней переболели. И у нас был высокий уровень антител. У меня он, например, я делал анализ два дня назад, он тоже очень высокий. Хотя вроде прошло какое-то время. И они мне говорят, ну, пока вроде как не надо. Отец с матерью привились, я очень рад, потому что они пожилые у меня. Папе 85 лет, и он после прививки болел, но, слава богу, в такой совершенно минимальной форме. А у него предосположенность есть, что касается легких и всего остального. Так что, ну, знаете, дело, конечно, хозяйское, что называется. Но мне вот в этих антипривычниках, знаете, что мне нравится? Вот у всех таких людей, ну, их же, скажем, никто не заставляет. Нет, они тебе еще и ты не прививайся. И ты не смей мне прививаться. И там родители пусть не прививаются. Странно вообще. Они, с одной стороны, говорят, нас не надо заставлять, а других заставляют не прививаться. Вообще странная какая-то вещь. Но еще раз, мне кажется, помимо вот, ну, сегмента нашего населения, которые, ну, верят там и в летающие тарелки, там, я не знаю, и в 5G, там, есть такие люди у нас, да. Но в большинстве своем совершенно адекватные люди, я вам больше могу сказать, носящие погоны, они не хотят прививаться, они не верят в вакцине. Они верят именно нашей, да. Они верят в вакцине, потому что не верят властям. Они верят властям, потому что, ну, очень много было уже поводов им не верить. Там по разным вопросам. Вот и все. Во-первых, власть в этом вопросе непоследовательна вообще. То есть сначала у нас Голикова одно заявляет, Малышева с этим, скажите мне, на Россию один кто у нас, Мясников. Совершенно другая история. Я не понимаю, как вот такие, как Мясников, они могут быть там, он главврач же какой-то, да, абзац просто, понимаете. Вот у меня представление о врачах какое-то прям вот совсем другое, но нельзя так. Понимаете, они буробят действительно, черти что. И потом удивляются, что у людей, знаете, честные врачи что говорят. Ну, я же тоже, я лежал, к сожалению, в больницах, пока сидел без воздуха, до реанимации довели меня. Честные врачи такого советского закала, они говорят абсолютно правильную вещь, которую я бы сказал. Болезнь новая, мы пока просто многого не знаем. У нас нет еще полной клинической картины, которая бывает только вот через несколько лет, да. Они, например, даже не знают там, как антитела, ну, сколько они держатся в организме. Потому что у всех по-разному. И для этого нужен просто опыт, да. Ну, то есть, какие-то наработки по времени. Эти люди говорят честно. Вот, ну, пока мы не можем этого точно сказать. Включаешь телевизор. Там тебе все говорят точно. Ну, только каждый день по-новому, да. И у людей уже у них вот... Ну, и плюс еще раз говорю. Многие как считают? Откуда это у нас так быстро появилась вакцина, если у нас вся промышленность развалена? Понимаете, вот многие так думают. Откуда? Если у нас гаджетов нет, телевизоров нет, машин нет. Ну, собственно говоря, почти ничего нет, да. То есть, мнение, что на базе старой какой-то вакцины, еще советской там... А это мнение на самом деле правильное. Но, еще раз говорю, вот у нас люди почему не верят властям? Но когда вам говорят, ребята, лет пять назад рубль падать не будет, потом он бух. Или пока я президент, пенсионный возраст повышаться не будет. На. Ну, и так далее, и тому подобное. Понимаете, у нас уже люди привыкли, вот, когда они слышат что-то исходящее от властей, думать наоборот. Я, кстати, наверное, к ним и отношусь, к этой категории людей. Таких много. И вот этих людей, ну, за что их ругать? Понимаете, вот Нобиулина говорит, у нас инфляция, рост цен, потому что люди ждут роста цен и покупают товар. А что им ждать-то? Если у нас в момент развала Советского Союза за 30 лет цены все время росли, а что они должны ждать? Знаете, человек, ты не дурак. Если, скажем, пристально эти цены снижали постоянно, так и люди с удовольствием несли деньги под 3% в сберкассу, понимая, что ни с деньгами, ни с ценами ничего не произойдет. А тут все думают, надо от денег избавляться, иначе, ну, они пропадут. Так в этом что, люди виноваты? А как вы относитесь вообще к локдаунам? Нужен ли он, поможет ли он избежать роста? Ну вот опять, смотрите, мы с вами с чего начали? Бьет же по экономике ужасно. Это да. Плюс, вот, ну как вам сказать, вот мы смотрим опять выборы, стоят огромную очередь согнанных бюджетников голосовать. У них что, маски есть? У них что, социальная дистанция есть? Рядом стоит полиция. Она нифига ничего не делает, она бездействует. С другой стороны, значит, да, в кафе заходить без QR-кода нельзя. В метро 5000 же сканируется. В метро ходит масса людей, масса огромная. Но там кто-то в масках, кто-то без... Понимаете, опять, люди считают как, ну ничего не поймешь, вот этим можно, вот этим нельзя, здесь все нормально. У нас, знаете, в Алтайском крае был такой интересный инцидент. Приезжаем мы в райцентр Шалаболиху, это такое у них есть, на праздник района. Ну праздник все, стоят вот эти вот главы администрации, ну да, и там еще человек 20, которые смотрят прям кто-то как выступает. Я подозвал майора, говорю, а почему они у вас дистанцию не соблюдают, вот эти вот товарищи из администрации, почему они без масок? Он подошел их, значит, расставил всех. Они нехотя, любовно смотря на меня, значит, нацепили эти маски. А ведь когда до этого товарищ Платушкин выступал в Барнауле в поддержку кандидатов в зале, мы специально где-то минут 20 рассаживали людей через одного, понимаете. Потом пришла полиция, посмотрела все. Получается, мы, значит, должны все соблюдать, да, и соблюдая. Такая избирательная. Да, они нет, но опять, ну люди же все это видят, понимаете, но неужели вот после этого можно говорить, да нет, все честно, все хорошо, там, все замечательно, все нормально, но нет же. А ну мы несколько миллиардов в день теряем, да, от этого локдауна, то есть там уже подсчитали там несколько сотен миллиардов за вот эти вот 10 дней мы потеряли. Да, понимаете, мне же за это, собственно говоря, присудили штраф 500 тысяч рублей, ну помимо того, что дали 5 лет. Когда я, например, сказал, я не... Знаете, за что мне еще дали? За утверждение, что Россия слишком поздно закрыла границы в марте прошлого года. Когда я сказал, почему Всемирная организация здравоохранения объявила вселенскую пандемию 13 марта, а мы только 30-го закрыли границы марта. А в апреле Собянин говорил о каких-то китайских туристах, китайских, в Москве. Из Ухани. Не, ну они, может, и не из Ухани, конечно, но, кстати, их выдворяли, по мнению Собянина, опять-таки, за то, что они нарушали у нас тут санитарные правила. И за то, что я это сказал, мне дали штраф. Понимаете, хотя мы требовали пригласить в суд представителей средств массовых информации, главных редакторов, которые говорили не только это, говорили массу еще всего другого. Я попросил пригласить, например, у меня отец звонит и говорит, ну он живет в поселке под Москвой, что у них больница полностью закрыта, а там другой-то нет. Я это сказал, мне это тоже говорят, что это клевета. Каким образом? Мы говорим, хорошо, позовите министра здравоохранения Московской области, пусть он расскажет, закрыл-то это больница была или нет. Ну отец, наверное, он же у меня инвалид, он же туда вынужден ходить, был. И он мне звонит и говорит, а куда мне идти теперь? И мне за это, так сказать, пришили уголовную статью, понимаете. И после этого опять. Они думают, что если мне уголовную статью пришили от этого здравоохранения, что сильно улучшилось. Ну неужели так вот можно считать, что народ посмотрел на Платошкина, и он прозрел и понял, что у нас со здравоохранением все просто замечательно. И только один Платошкин мешал в этом убедиться. Да, странная история, когда локдаун в Москве и в регионах вводится, а границы открываются. Нет, я же тогда, я, кстати, выступал на известной вам комсомольской правде, на меня там некоторые набросили, что я это самое, сторонник железного занавеса. А я не сторонник, просто у меня четыре языка есть, и я смотрю, все страны закрыли границы в конце февраля, а некоторые в январе даже. И не только, скажем, Куба, а Соединенные Штаты. А у нас-то откуда попал ковид? От людей из Италии, которые туда на распродажу ездили, возникает вопрос. Значит, когда я говорил, что надо было вовремя границы закрывать, я клеветник. Понимаете? Получается так. А есть мнение, что вообще вся эта история, но это, наверное, ближе к конспирологии, что это о том, что нужно до дна просто нам опуститься для того, чтобы мир обнулился, понимаете, через крах, через падение. У нас не мир обнуляется, а отдельные должностные лица в основном, да? Вы знаете, тут вопрос-то в чем? Многие вообще, конспирология – это конспирология. Кто-то говорит, что это американцы изобрели форт Детрике. Причем только несколько человек правильно произносят название этого форта, остальные где-то слышали просто. Другие говорят, что китайцы. Вот насчет китайцев, я могу сказать, версия имеет под собой основания. Ну, хотя бы потому, например, что действительно вот в том месте, где впервые люди стали болеть, действительно находится у них секретный биологический институт. Это да. Второй момент тоже железно доказан, что там с коронавирусами экспериментировались, начиная с 2015 года. Это тоже доказано. Знаете почему? Потому что западные страны помогали в этом. Они там оборудование поставляли для специальной зоны. Плюс вот эти вот панголины, откуда, собственно, броненосцы, да, откуда этот вирус появился. А они как бы носители этих вирусов постоянные, да. Это тоже известно. С ними тоже там проводились эксперименты. И тут два вопроса. Я не думаю, пока у меня нет просто данных, что китайцы его искусственно синтезировали, потому что он есть. А зачем это Китаю? Вот, я про что и говорю. У меня пока данных нет. А вот что он из-за расхлябанности, из-за разгильдяйства мог из этой лаборатории этот вирус ускользнуть? Да, вполне возможно. Потому что, понимаете, смысл в чем? Вот все вирусы у человека, они от животных. Все. Абсолютно. Вот когда человек не держал домашних животных, где-то 10 тысяч лет там у нас, он этим всем и не болел. Почему? Что природа, она распределила все грамотно. Вот животное живет в лесу, оно чем-то болеет. Но с человеком оно, как правило, не сталкивается, да. Потому что человек живет в другом месте. Ну, то есть, вот вы себе представьте. Вот мы с тобой будем на улице Москвы, но панголина мы с вами там вряд ли встретим. Правда? Поэтому опасность в чем? Что если мы с вами встретим его, и произойдет близкий контакт, он нас укусит, значит, слюна как-то попадет на наш... У нас с вами иммунитет, а нет. Почему? Потому что мы с ним никогда... Ведь, понимаете, когда европейцы завоевали Латинскую Америку в 16 веке, по разным данным, 15-20 миллионов местного населения буквально за 100 лет погибли от болезней, которых европейцы занесли, не хотя этого. Ну, просто у бедных индейцев не было иммунитета. И наоборот. Индейцы наградили Европу сифилисом, который до того времени вообще был неизвестен. Его сложно было лечить, но чтобы все не понимали, что это. С панголином примерно такая же вещь. Если внедрить его в реал обитания человека, что ли, и плюс там, возможно, летучие мыши переносили через кровь именно, они же кровососущие. Такие вещи, они как раз доказаны на очень многих примерах. Спит шимпанзе. Это точно, абсолютно. Причем тут просто два варианта. Либо шимпанзе в Камеруне когда-то в 60-е годы укусило охотника, либо он съел недожаренное мясо ее. Да, и спит с тех пор, значит, начал страняться у человека. То есть вы совсем не верите, что это искусственно созданный вирус? Вот вы же, Диана, вы, видите, умная девушка. Вы сами спросили гениальную фразу, зачем это китайцам, да? Которые тоже влипли, у которых там, я не знаю, ну тоже потери в сотни миллиардов долларов. И репутация подпорчена. Абсолютно. Мы уже смотрим на них как. Вот им это зачем? Вот нафига? Вот когда такие вопросы задаешь, обычно борцы с Ротшильдами и Рокфеллером говорят, ну, Николай Николаевич, ну что вы, ну все известно. Это как мне все время говорят, что башня Близнецы подорвала ЦРУ, ну или ФБР. Я говорю, так давайте фамилии. Я сейчас обращусь к американцам, они выплатят нам огромные деньги там за... Не, народ говорит, ну ясно все, ну что, ну все понятно. Меня на самом деле пугают вот две стороны крайности, да, когда вот чипирование рептилоиды, вот эта вот история. И вторая, когда нас агрессивно вот называют бараном или еще что-то. Я понимаю, я не антипрививочник абсолютно, я понимаю, я верю в медицину. Но опять же, я, наверное, отношу себя к категории людей, которые не доверяют, наверное, власти при всем уважении. Там наверняка есть хорошие люди. Нет, из-за этого как бы вас никто не может ругать, потому что любое доверие между народом и властью, между мужчиной и женщиной, между друзьями, оно же на опыте базируется. Нужно заслужить. Да? Если вы меня обманываете все время, ну почему я потом должен вам верить? И наоборот, ну здесь то же самое. Ведь, смотрите, в советское время вакцинировали, ну, я не знаю, в десятки раз больше. И не спрашивали, да? И я не помню разговоров каких-то, знаете, вот чтобы родители говорили, не, мы не поведем ребенка на вакцинацию. Да вообще не помню. Почему? Потому что люди доверяли властям, что власть как бы ничего плохого не сделает. Поэтому я вот, например, наверное, весь привитый, от чего только, не знаю, от каких-нибудь там скарлатин, коклюша и столбняков, ну как и все. Ну, вы смотрите, ну, тьфу-тьфу, от этих прививок ничего. Хорошо. А вот метод пряника, да, там что-то выдавали, да, за вакцину, за то, что человек прививается. И метод кнута, когда вот QR-коды сейчас вообще никуда не зайти. Какой метод нашим русским людям более, скажем так, будет рабочим? Вот на ваш взгляд. Наш метод в России будет рабочим, когда в результате выборов сменится власть. И в стране придет к власти народное правительство, которое все вещи будет как бы пропускать через себя. Но это не скоро? У меня к вам другого рецепта нет. А насчет скорой я вам так скажу, опять как историк. Ленин в январе 1917 года, 1917-го, писал, наверное, не я, не мое поколение январь 1917-го революции в России не увидит. Прошло полгода. У меня в студии был миллиардер Андрей Ковалев. Но он что-то оставил, а потом нет? Нет, ничего нет. И он сказал, что в 1917 году, в общем, к власти пришли лодыри и алкаши. На него обрушился шквал критики. У меня в основном левая аудитория почему-то как-то образовалась. Но я вас приглашала, потом еще ряд деятелей. И, конечно, они отреагировали резко против. Но просмотров, по-моему, 10 тысяч даже нет. Стоит пригласить мне левого лидера, смотрят. Но опять же, по действиям... Мы за народ. Но по действиям получается, что у нас капиталистов больше. По просмотрам мы социалисты, поголовно получается. Но опять же... Не-не, мы эти выборы выиграли. Что касается лодыри, да, Ленин написал 55 томов. Я не знаю, как вы назвали этого медиа? Андрей Ковалев. Андрей Ковалев, он писать-то умеет, нет? Он поет, я знаю. Поет, да? Ты пила так, что выли все собаки. У дяди Пети обвалился потолок. И мне хотелось и без шума, и без драки. Тебя обнять и стукнуть об пенек. Вот это он поет, да? Причем, смотрите, Ленин закончил экстерном Санкт-Петербургский университет. Ну, золотую медаль он получил в гимназии. Причем непростую медаль. У меня, например, тоже золотая медаль. Но я не Ленин. Там, знаете, еще как было? Медали плюс занесение на специальную доску выпускников. Это не всем медалистам, да? После этого он экстерном оканчивает лучший у страны. За год четыре года сдает все на пятерки, да? Он дурак? Ну, сколько он знал языков? Знаете, по-разному. Я вам скажу, что, конечно, то, что он знал четырнадцать языков, это неправда. Скажу так. Он мог, знаете, читать на двенадцати. Ну, а говорить свободно мог на четырех. Наверное, тоже дурак, да? И самое главное, еще при царе, когда ему было еще досылки, то есть ему было неполных двадцать семь лет, он получил премию царского экономического общества за свою первую работу на развитие капитализма в России. Он козел, что ли, придурок? Смотрите, Ковалев говорит, что вот он почему-то проводит аналогию между украинскими революционерами, ну, революционерами в кавычках, Майдан, с революционерами с семнадцатого года. Говорит, это рвань, то есть и так далее. Ленин – столбовой дворянин. Какая он, рвань? Понимаете, если бы Ленин, в отличие от вашего этого мини-миллионера, он мог Тургенева страницами цитировать, понимаете? Я вот сомневаюсь, что он вообще фамилию такую знает. Вот этот вот деятель Тургенева, наверное, его, может, с водкой Пушкин путает, там, или еще чего-нибудь. Происто большевиков, это все признавали, было самообразованное в тогдашнем мире, я бы так сказал. Самообразованное. Чичерин, нарком иностранного дела, он знал итальянский язык так, что, ну, итальянский король, король, встречая министра иностранного дела советской коммунистической России, говорит, ну, ладно, сознайте, что вы итальянец. Он говорит, я из Тамбовской глубины. Нет, ну, 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 ладно, хорошо. И сказал, у меня к вам одна просьба. Если вы женитесь, обещайте мне, что я буду вас свидетелем на свадьбе. Понимаете, это вот просто человек и был острый ум, образование. Вы знаете, как сейчас, да, вот когда они появлялись, за ними бегали все репортеры, чтобы как бы приобщиться. Вы посмотрите сейчас на эту шпану, которую себя вот эти все миллиардеры, они по-русски говорить-то не умеют. Чувствуются матерные слова, так проскакивают, понимаете, междометия какие-то, они вот по-русски-то плохо общаются. И самое главное, вот смотрите, лодыри, да? В царской России продолжительность жизни была 37 лет, средняя. Мне бабушка рассказывала, что в деревнях рожали в два раза больше детей, понимая, что половина из них точно до пяти лет не доживет. То, что не было там никакой медицины, ничего. Трактор все не то, что не видели, они не знали даже, что он существует. Когда белым англичане два танка прислали в годы гражданской войны, там целый полк Красной Армии бежал, потому что они не понимали, что это вообще, понимаете? А на Западе в это время было около 16-17 тысяч танков, которые воевали. Это осталось было, да? 41-й год. Прошло 20 лет. Когда Гитлеру в районе Брестской крепости, уже взятой немцами, к сожалению, он привел туда Муссолини, они смотрели нашу технику. Гитлер просто обалдел. Ему показали танк КВ, это Клим Ворошилов, не Клим Жуков, конечно, которым насчитали где-то 120 попаданий немецких снарядов, которые ничего не могли с этим танком сделать, у него просто горющее закончилось. Гитлер дал поручение, представляете, германской разведке реально выяснить, откуда у русских столько американского оружия. Гитлер, те сказали, что это не американское оружие. Он говорит, стоп, я участвовал в Первой мировой войне, говорил Гитлер. И как участник Первой мировой войны я знал, что у русских патронов не хватает, что у них нет ничего. А тут прошло 20 лет, и вы мне что, хотите сказать, что вот это все оружие русское, что ли? Чья это заслуга? Большевиков, конечно. Ведь, понимаете, скажем, если при царской России 120 тысяч людей с высшим образованием было вообще, представляете, на 200 миллионов человек, поэтому женщинам запрещалось фактически получать высшее образование, но считалось, что что тебе, иди там вон на кухню, там, на загородку. Почти варить. Да. Раскрепостили ведь людей-то, понимаете. Вот кто может отрицать, что большевики дали возможность образовываться кому угодно? Ведь, знаете, за что Ленина выгнали с Казанского университета, с первого курса, отличника? За то, что они написали петицию в защиту бедных студентов, потому что там ввели поборы на форменную одежду, еще на что-то, и студенты, которые не могли заплатить, их отчисляли. И за это Ленин вступился, хотя у него-то все было. Но в советское время, понимаете, ну, честно, ну, только желание, пожалуйста. Вот хочешь учиться, учись. Не от денег там, не от родителей там, не знаю, ни от чего это не зависело. Это что, значит, так лодыри воспитывают? Лодыри, которые сделали лучше оружия, которые в космос отправили человека первыми. Это что, дураки, что ли? А вот сейчас взять наших так называемых лидеров общественного мнения, блогеров, которые зарабатывают несколько миллионов рублей в месяц. И вот Ивлеева, по-моему, не могла ответить на элементарные вопросы школьной программы. Девочку ловят, которая там возле ЦУМа. Льва Николаевича Толстого как отца за мне не может ответить. Ну, как бы грустно. Но в то же время я даже уже на своем... Это моё поколение, получается, вот 20 с лишним, 30-летним вот этим. И я понимаю, что это ужасно, что будет через 10 и 20 лет. А вот это и есть капитализм. Смотрите, я это всё видел в Германии, когда я туда приехал 21 год. Я это уже рассказывал, да, когда я удивился. Люди не знали соседей наших по Солнечной системе, Марс, там, Венера. Они не знали, кто такой Рембрандт, вообще понятия не имели. Молодёжь, студенты, я говорю, ну как? Они говорят, ну я в банке буду работать, мне зачем твоя Солнечная система? Вот, понимаете, смысл именно в этом, что мне за это деньги... Чего мне твой Лев Николаевич Толстой? Мне кредиты надо втюхивать людям, а мне Лев Николаевич поможет? Нет. А сейчас в ТикТоке достаточно просто быть гибким и танцевать уметь, и кривляться. Всё, это миллионер. Так возникает вопрос, тогда где же было больше дебилов-то, собственно говоря, в то время? Вот смотрите, у нас даже... Ну хорошо, мы себя можем там хвалить. Но все наши фильмы советские, ну очень многие, они же брали гран-при на самых выдающихся кинофестивалях. Там Венецианский, Каннский, Берлинский. И Оскар даже, да. Да, и Оскар брала, Москва слезам не верит. Ну, понимаете, они-то, относясь к нам уже предвзято, так, знаете, заранее, но не давали бы, правда. Или возьмите тот же самый спорт. У нас сейчас флаги запрещают вешать на Олимпиадах. Вы себе такое про Советский Союз можете представить, что кто-то бы там что-то запретил. И самое главное, мы же везде лидерами опять были. И почему? Да я учился в сельской школе, в обычной. У нас в тебе секции и каратэ, и байдарки, и гребли на байдар, и горные лыжи. И обычные, само собой, девушкам, естественно, там, бальный этап, все бесплатно. У нас с нашей сельской школы, вот с обычной, абсолютно, был призер Олимпиады, обычный парень, олимпийских игр в Лейплессиде. Вот почему это было. А он из обычной семьи, значит, ему не нужны были ни деньги, ни связи, чтобы просто показать себя. А вот вы упомянули «Космос», и наверняка знаете, что наших актёров отправили в «Космос». Пересильтый, Клим Шипенко, 12 дней там попали. А Клим Мужукова не отправили туда? Нет, вот вы любите. Сейчас вас, его поклонники, растерзают в комментариях. И вот мне кажется, это совсем не про кино. И мне нравится шутка, когда вместо того, чтобы поддержать наших киношных космонавтов, да, у нас пишут, куда деньги уходят, научитесь сначала на Земле снимать. И я, я просто фанат «Космоса», не знаю, у меня слёзы на глазах. Для меня это гордость. Ну, мы опять первые. Вы хорошие, но дикие. Насчёт «Космоса». Вы знаете, что интересно? Сейчас к этому «Космосу» примерно такой же. А мы там что-нибудь заработать можем? Нет, ну и пошёл он, собственно говоря, нафиг. А СССР, вот где-то это кто-то правильно сказал, хотя мы этого не понимали тогда, сознаюсь. СССР была единственная в мире страна романтика. Я романтик, да? Нет, поэтому мы были первы в «Космосе». Вы знаете, одни песни, да, утверждают космонавты и романтики, что на Марсе будут яблони цвести. Все ж тогда хотели этого, понимаете? И кто думал, а сколько мы с этих яблонь на Марсе там, я не знаю, сострижём бабла? Сейчас подход именно такой. Понимаете? А что? Вот да, на кино мы что-то, наверное, можем там заработать. Ну, тётеньку отправим на орбиту. Вау, до нас никто не делал. Ну, это же всё советская техника, понимаете? Вот если бы тётеньку на Марс бы отправили, и, естественно, желательно обратно бы тоже, да? Да. А сделать ракету, которой 40 лет, которую, ну, просто надо как бы произвести по документации, и то там то дырка какая-то появится, то счётчик высоты поставят обратной стороной, и ракета падает. Понимаете, советская ракета, которую не надо изобретать. Ничего не надо изобретать. Надо просто вот делать и всё. Мне, знаете, вот фильм такой был, американский, уже сейчас повторено, ремейк «Планета обезьян». Возвращаются они по петле времени на какую-то планету, не знаю, и отказывается эта земля, где просто люди одичали, да? Одичали. Они сами люди, видя развалин, их прежняя цивилизация, они не понимают, что это. Они думают, что это, может быть, какие-то пришельцы. У нас вот сейчас примерно такой же ужас. У нас, вот если мы не знаем с вами соседних планет, о каком-то СССР был единственной страной мира, и остался, кстати, по-моему, где ввели астрономию в среднюю школу. То есть мы изучали в девятом-десятом, и мы с вами родственные души. Мне она так нравилась, что в девятом классе, значит, как она началась, значит, месяц меня поспрашивали, говорят, не надо ходить, ты так всё знаешь. Даже иногда я учителя заменял по астрономии, потому что мне действительно это нравилось. А сейчас, да, денег не приносят. Ну, а если не денег, то такой политический имидж, вот мы как бы их снова победили, космическая гонка 2-0, получат что-то от этого Россия? Ну, все СМИ зарубежные об этом написали, русские снова впервые в космосе, или, наоборот, нападают на нас. Какие-то политические очки мы же приобрели за счёт этого линия? Ну, отправить на орбиту что актрису, что дворника, это, в общем, разницы-то никакой. Нет, там другая есть разница. Должен быть полезный груз не выше там стольких-то килограмм, условно. Можете три собаки отправить или одного человека. Кто этот человек при этом там, я не знаю? Лучше бы учёных, которые бы там принесли какую-то... Да к чём мы речь? Вот понимаете, вот романтика романтикой, да, вот эти все гаджеты, которые у нас с вами в руках, они сейчас без космоса-то не работали бы совсем. Понимаете? Там многие технологии, они были испытаны полупроводниковой сначала в невесомости, потому что там идеальные условия эксперимента просто. Поэтому даже если встать на чисто такую прагматическую точку зрения... Ведь смотрите, мы как раз были первыми-то в реальных вещах. Мы же не только первые в космос полетели. У нас первый человек покинул космический корабль, когда я родился в этот год, и вышел в открытый космос. Вы представляете? Ну, то есть, случись что? Он же... Я не знаю, он улетел бы со страшной скоростью в какое-то неизведанное пространство. Дальше. Марс. А ведь первый аппарат, достигший этой планеты, был наш. И самое обидное, что это было в 72-м году. В 72-м. Ведь понимаете, не обидно было бы, если бы мы с вами, вот как были бы дрова, да, как папа у Новой Гвинеи, при всем уважении, они же никогда не летали никуда. Вот это обидно-то. Мы лидировали во многих... У нас и женщины первые в космос полетели. И честно говоря, не потому, что только, ну, женщины, да, нет, изучались особенности женского организма. Знаете почему? Потому что тогда уже имели в виду дальние полеты на много лет, когда мужчины и женщины, возможно, должны были производить во время этого полета потомство, чтобы оно долетело. Вы представляете, думали тогда уже об этом, об освоении дальнего космоса. А освоение дальнего космоса, о чем говорить? Сейчас вот над нами все смеяться с вами будут. Земля погибнет все равно. Понимаете, она погибнет, но погибнет не скоро. И, конечно, с точки зрения прагматики, можно сказать, а переселяться ведь придется нашим потомкам. Космический туризм в России вообще возможен в перспективе какой-то или нет? Вы знаете, вот в советское время он был бы возможен. Почему? Потому что это всегда, к сожалению, на обозримую перспективу нашей с вами жизни, по крайней мере, это будет дорогая вещь, да, преодоление земной силы тяжести, доставка грозы на орбиту. Но в советское время деньги-то как раз в роли не играли. А сейчас как все, да, есть деньги, мы тебя запустим. Мы тебе даже участок можем продать там. Но есть же мнение, что... Ну, что на Марсе или еще где? С Собрамовичем как бы любовница, поэтому он ей оплатил. Ну, свечку не держал. Мне это вообще, понимаете, смысл в чем? Ну, что, ну запустили женщину? Она не первая в космосе, их уже сейчас десятки. Ну, что дальше-то? Ну, а что здесь нового, собственно говоря? Я ничего нового не вижу.